Одно двухэтажные деревянные дома, окруженные непременным забором, с красивыми резными наличниками. Когда-то так выглядели все русские города, и даже Москва с Петербургом. Однако со временем столицы стали каменными, там и денег всегда было больше. В провинции есть до сих пор целые слободы, застроенные такими домами, причем даже в городах-миллионниках. И в этих домах даже кому-то видится та еще, до Петровской Русь. И с каждым годом все острее встает вопрос, а долго ли еще проживет такая застройка. Тверь с самого начала была деревянной, как и вся Русь. После знаменитого пожара 1763 года Екатерина II попыталась застроить наш город на западный манер. То есть, чтобы дома были непременно каменные и строились вплотную друг к другу. Однако монаршья воля столкнулась с таким упрямством населения, привыкшего к прежней усадебной застройке, что возведение домов сплошной фасадой ограничилось по большому счету улицы Миллионной, теперешней Советской и Волжской, а ныне Степана Райзна Набережной. А за Волжье и особенно за Тьмачи с Зетверичем, хоть и получили регулярную планировку, все равно остались почти на 100% деревянными. Какие-то из этих особняков построены в стиле классицизм, какие-то являют собой эклектику, а некоторые являют собой образец модерна, как, например, этот дом на Троицкой. Это фрагмент модерна, это самое начало 20 века, когда люди уже очень серьезно работали над древней исторической резьбой. Вот кронштейны на самом верху и наличник. Это не простая городская резьба, а вот именно специально выполненная в то время. Причем не стоит думать, что для каждого дома заказчик приглашал бригаду мастеров, и они всякий раз выдумывали уникальную резьбу. Изготовление всех этих наличников, карнизов и сандриков, как выясняется, под конец 19 века, как и положено во времена промышленной революции, было поставлено на поток. Были специальные такие зодчи, которые разрабатывали образцы, по которым, ну там, издавали журналы специальные, по которым работали уже мастера. Они выполняли, например, резьбу и продавали ее на рынке. И люди уже приносили на дом, специально навешивали. Еще одним веянием последней трети 19 века стало масштабное строительство доходных домов. Если в столицах это были пяти-шестиэтажные каменные здания, то в провинции их возводили из хорошо знакомого дерева, украшая, как правило, все той же народной пропильной резьбой. Это крупные деревянные или каменные постройки, которые на фасады выходят небольшим размером, а внутрь своей территории уходят довольно далеко. Это были квартиры, которые сдавались наем, а были построены, например, купцами, которые имели большие суммы денег, построили и их сдавали. Но в этих домах жили не только студенты, как мы привыкли по литературе, но и генералы, и довольно значимые люди в области. Вот так вот без особых изменений эти кварталы и дошли до наших дней, пережив без особых потерь даже советскую власть. Зато в начале 90-х в Твери началась дискуссия. А что же делать с этими свободами? Кто-то хотел сделать из них улицы центральные высокие и важные, те, кому милей не шумные, милей одноэтажные, говорили, что надо деревянную застройку законсервировать по максимуму, оставив все как есть даже на магистральных улицах, типа Софьи Перовской или Брагина. Надо сказать, что эти споры хорошо отражают мнение простых горожан, которые по-разному отвечают на вопрос, как поступить с этими свободами. Такую вот застройку нужно сохранять? Да. Почему? Потому что это отражает, в принципе, историю Твери. Спасибо большое. Зачем ее забывать? Спасибо большое. Лично мне не нравится. Почему? Мне не нравятся такие здания. Ну, а что красиво, вот посмотрите. Все обшарпано. Если бы они приведены в порядок, это другое дело. Не знаю, наверное, скорее всего. А почему? Ну, они как бы сохраняют историю. Нет. Почему? Ну, некрасиво, и дома уже разваливаются, не украшают город. А зачем? Какая тут красота от этого? Я думаю, что нет. А что надо делать, на ваш взгляд? Ну, что он построит симпатичный. Ну, все равно будут строить. Конечно, нас не спросят. Я думаю, что надо. Почему? Ну, как вот эта стариночка. Вот. Так что, я думаю, что надо их сохранять. Ну, конечно, вот не везде так, как вот это. Чтобы они не мешались. То есть, сохранять на отдельных улицах? Да. Как бы то ни было, а спор о судьбе деревянной Твери изрядно затянулся. Так и не придя ни к какому вердикту. Ни один глава города так и не осмелился поставить запятую во фразе «снести нельзя реставрировать». В итоге решение вопроса у властей сводится к общим рассуждениям, которые отдают какой-то маниловщиной. Это нужно такая совместная программа. Хотя бы там выделить несколько кварталов, допустим, 4-5 кварталов вокруг Белой Троицы. Для того, чтобы вот сказать, что здесь мы воссоздаем. И там должен быть глубокий анализ. Нужно проанализировать, что можно сохранить, законсервировать, зафиксировать это дерево, как оно есть. Что-то расчистить. Там же наслоение краски. И никаких реальных шагов ни прежними, ни нынешними властями Твери до сих пор не предпринято. Понятно, что такая программа стоит огромных денег. Это же надо выкупить дома у тех, кто не способен ремонтировать их, поддерживая, а чаще воссоздавая именно исторический облик. Да, это дело ни одного и даже не пяти лет. Но можно же было хотя бы поставить цель и сделать первые шаги. В конце концов, как говорят китайцы, дорога в тысячу ли начинается с одного шага. Но ничего нет. Есть лишь одни сожаления о том, как трудно привлечь инвесторов. Отселить, допустим, 12 семей для одной семьи, то есть это настолько будет дорого. И поэтому, если, допустим, частник отселяет, то он пытается из этой территории выжить все, что можно. То есть сделать побольше, потому что он несет колоссальные затраты. Мало того, там еще затраты на археологию. И поэтому очень многие места в настоящее время пока обречены. То есть частные инвесторы не идут на такую застройку, потому что, ну, сами понимаете, это совершенно затратно. И выход небольшой. То есть если это были бы какие-то олигархи, которые бы захотели. Однако олигархи почему-то не спешат на Тверскую землю. Наверное, потому что никто так и не удосужился составить для них грамотное коммерческое предложение. А дома, которым по 100-150 лет, продолжают ветшать. Неудивительно, что, глядя на такое по-другому и не назовешь безвластия, народ стал заниматься своими домами кто как умеет. Самое простое здесь, конечно же, снести. Это более-менее понятно, когда речь идет о кварталах, где деревянные усадьбы скорее исключение посреди каменной застройки. Как, например, эти два дома возле Суворовского училища. Их уже начинают разбирать. А рядом уже и вовсе рассчитили место под каменной, вот она мечта Екатерины Великой, стоящей фасадом вдоль красной линии, дом. Однако процесс сноса не менее активно идет и по другую сторону улицы Софьи Перовской. Здесь, на углу Софьи Перовской и Трудолюбия, ответственное с точки зрения градостроительства место, угол квартала, когда-то тоже был деревянный старинный дом. Однако несколько лет назад он сгорел. На этом месте мы видим безликий одноэтажный коттедж из белого силикатного кирпича и дешевого сайдинга. Однако часть дома тогда все-таки уцелела и до недавнего времени еще стояла. И была надежда, что все-таки здание в целом восстановит. Однако буквально неделю назад и его снесли, причем тайком, вечером, экскаватором. И таким образом город лишился еще одного памятника архитектуры. Что самое интересное, здесь почти не дают строить многоквартирные кирпичные или бетонные дома. Мотивируя это тем, что крупные здания не впишутся в окружающий архитектурный ландшафт. Мол, сюда в перспективе будут туристов водить, очаровывая их дореволюционной резьбой на окнах. Однако какой турист согласится любоваться на сарае и дома из силикатного кирпича и сайдинга? Даже если те по масштабам и сопоставимы с настоящими дореволюционными особняками. Чиновники и здесь разводят руками, говоря, что трудно найти управу на собственников жилья. Отследить эти нарушения, находящиеся за забором на частных владельцах, не всегда удается вовремя. А когда мы видим, что здание уже изменено, когда утрачены ценные наличники, когда утрачены какие-то особенности этого здания, тогда восстановить это достаточно сложно. Потому что нет часто таких специалистов по деревянной резьбе, нет таких специалистов по особенностям кирпичной кладки, которые утрачены, которые были в 19 веке, начало 20-го. И часто уже современные технологии, несмотря на их развитость, не позволяют выполнить с таким качеством и с таким, значит, именно фигурностью, вот той колоритностью восстановить в полном объеме то, что утрачено. Не всегда это получается. А наказать деньгами – это еще не восстановить памятник, это не главное. Наказать деньгами – это можно, но, к сожалению, памятник-то уже утрачен. Правда, о каких заборах идет речь, когда многие обезображенные фасады смотрят прямо на улицу? Вызывает удивление, как родители за исторический облик города не замечают зашитой простой вагонкой стены. Или вот такое переоштукатуривание дома аж 18 века с использованием самого обычного цемента. «Самое смешное, что известковая штукатурка, которую бы тут и надо применять, она дешевле, чем цементная», – удивляется Валерий Курочкин. Однако эти горе-реставраторы работают по привычке, что можно объяснить разве что элементарным невежеством, которое в итоге угрожает сохранности самого дома. «Ну, это грозит разрушением красного кирпича под цементом. Дело в том, что цемент и красный кирпич, они не уживаются между собой. У них разное расширение и разное влагопоглощение. Дело в том, что если цемент не пропускает в воду через себя влагу, то красный кирпич пропускают, и в месте их сопряжения будет происходить разрыв и разрушение красного кирпича. То есть через некоторое время мы увидим цементный фасад с полностью разрушенными красно-кирпичными стенами. И мы потеряем памятник как таковой». К слову говоря, в областном комитете по охране историко-культурного наследия и об этом реставраторском вандализме узнали только после того, как мы это сняли. Пообещав непременно заняться этим домом, чиновники так пояснили многочисленность таких случаев самоуправства строителей. Все дело оказывается в самом понятии «памятник архитектуры». То есть это должно быть здание, имеющее уникальную планировку, связанное с важным историческим событием или персоной, либо просто очень старое. Только владельцы таких домов должны по закону согласовывать любые работы с областным комитетом по охране историко-культурного наследия. Однако в Твери всего около 70 деревянных усадеб имеют статус «памятник». «Кроме этого, есть еще такие объекты, которые называются исторически ценными градоформирующими. Они не имеют статуса объекта культурного наследия, но тем не менее вопросы их сохранения либо сноса находятся в компетенции комитета. Их очень много, порядка 400». Вот и остается надеяться на сознательных владельцев, которых иначе как патриотами родного города и не назовешь. Например, Александр Воскресенский, который не стал следовать дурному примеру соседей напротив, зашивших фронтон все тем же сайдингом. Александр и кровли, и самый главный фасадом, старается оставить исторический облик, хоть это и не дешево. Например, вот покрытие вот это уже, вот две части я покрыл дома, 200 тысяч стоят, скажем так. Да, крыша. Крыша, да. В две стороны. А если внутреннюю часть это делать, то тоже, наверное, 1200 будет стоить или 150. Конечно, где-то и тут не обошлось без обшивания дворовых фасадов на современный манер. Планировку в доме тоже пришлось перекроить на современный лад, а именно расширив комнаты. Однако фрагменты лепнины под потолком Александр собирается и впредь сохранять. И вообще постарается своими силами содержать этот дом, который для его семьи всегда был родным. Те, кто живут в доме, вот как бы вот семья жила. Я тоже, так сказать, наследник этой семьи. Семья жила давно уже в этом доме. И наследники до сих пор именно из этой семьи живут. У него то есть 200 лет уже одна семья живет. Это все мое, родное. Александр может сказать не только про каждую доску или старинный кованый гвоздь в стене дома, но и про изящные израстцы, оставшиеся от печей, и даже про яблоню. Она здесь тоже ровесник века. Ну, свидетельство, родственник у меня, который, так сказать, жил в этом доме когда-то, так. Вот ему сейчас... Он сейчас умер, ему 96 лет было. Вот. А мальчишка, он лазил на эту яблоню. Она была уже большой. Так что... Это историческое яблоню. И точно лет 150. Другим хорошим примером является корректный подход при возведении нового здания, если уж старое сохранить не удалось. В том же Затьмаче есть хорошие примеры современных домов, очень удачно вписанных в исторический контекст. Например, этот каменный дом, стилизованный под классицизм, но при этом не являющийся бездумной репликой старых образцов. Или этот особняк. Казалось бы, типичный, построенный в 19 веке, и воспетый русскими классиками дом с мезонином. И разве что специалист опознает в нем постройку 21 века. Но это в основном каменный дом, и его только наружный фасад из дерева выполнен. Поэтому попытка подстроиться под историческую застройку, она, как бы в этом случае, лучше, чем, например, вот, ну, другие образцы, которые рядом находятся. Однако в первую очередь, конечно, нужно сохранить настоящие старинные здания. Именно они интересны туристам, говорит Валерий Курочкин, проводя в пример группу китайцев, для которых его недавно попросили провести экскурсию. По словам архитектора, несмотря на всеобщее запустение, царящее в Затьмаче, гости из Поднебесной пришли в полный восторг от русской резьбы по дереву, заметив, что подобные экскурсии можно было бы поставить на поток, зарабатывая приличные деньги. К слову говоря, в том же Китае есть опыт сохранения исторических зданий, построенных из такого недолговечного материала, как дерево. Такая же деревянная архитектура, допустим, существует в той же Японии, Китае, где, допустим, там они свои пагоды тоже строили из дерева. И в настоящее время они делают что? Они один в один делают копии. Просто проходит какое-то время, они разбирают и точные копии из нового дерева делают. И, в принципе, тем, кто посещает, в общем-то, мало, допустим, волнует вас, новое это дерево или старое. Сохранен образ, и поэтому это очень, как говорится, здорово. Правда, даже если наши власти и зададутся такой задачей, как восстановление утраченных элементов фасадного декора или строительство полной копии утраченного здания, то они все равно рискуют столкнуться с большой проблемой. В Тверской области практически не осталось мастеров пропильной резьбы. Их, учитывая большое количество таких домов по всему региону, может понадобиться не один десяток. Дело в том, что сейчас с профессией это очень плохо. У нас в городе практически нет организаций, которая могла бы выполнить такие работы. Дело в том, что Тверь-реставрация, которая существовала до прошлого года, она как-то еще что-то могла сделать такое, которая выполняла даже работы в этнографическом музее под Торжком, который был создан, и туда были свезены там порядка 30 объектов деревянного зодчества там от 18 до 19 века. То сейчас в нашем городе нет таких специалистов уже. И для того, чтобы, например, что-то наверстать, необходимо открывать учебное заведение для того, чтобы подготавливать нашу молодежь. Получается, что и тут надо ждать инициативы от властей, которые почему-то равнодушно наблюдали за тем, как банкротится Тверь-реставрация. То ли потому, что посчитали, что в регионе старинные деревянные дома в полном порядке, а то ли из-за того, что есть столичные фирмы, которым можно передать соответствующие подряды. Правда, пока рядом с Тверскими резными домами не видно никаких профессионалов, ни московских, ни местных. Вот и остается надеяться на таких подвижников, как Александр Воскресенский. Он говорит, что готов за свой счет и наличники восстанавливать, если те отвалятся и карнизы. Потому как историческую застройку надо отстоять. С осторожностью нужно относиться, конечно. Стараться не разрушать историческую ценность, сохранять. Ну, насколько это возможно, конечно, потому что жизнь меняется. Хочется жить лучше, хочется что-то приспосабливаться, так сказать, к новым условиям. Но все-таки, вот что-то старое, на мой взгляд, не стоит так сильно ломать. Мне кажется, государство должно в этом плане какое-то вот идти навстречу этим домам, как бы жильцам этих домов, ну, тоже помогать. Тем более, что есть примеры не только столичных, но и провинциальных городов. Взять ту же, как и Верхневолженебогатую, Владимирскую область. Там, в Суздале, почему-то получилось создать исторический квартал с ухоженными деревянными особняками, на которые приезжают поглазеть толпы туристов. Можно было бы и в Твери, в том же Затьмачи, выделить один-два квартала, отреставрировать там дома и перевезти старинные особняки с других улиц, там, где они уже выглядят чужеродно в окружении современной застройки. То есть, таким образом можно было бы создать новый центр притяжения туристов. Кроме того, такой квартал стал бы хорошим стимулом для развития Затьмачи в целом. Ведь там сейчас не то, что хлеба негде купить, но зачастую нет даже тротуаров. Но пока чиновники, по сути, ничего не предпринимают. Оправдываясь только несовершенством законодательства, да наглостью домовладельцев, не боящихся якобы никаких штрафов. Понятно, что хозяин-барин, если у человека исторический дом, то, наверное, он с ним может сделать все, что угодно. Особенно, если этому дому не повезло со статусом памятника. И тем не менее, последнее слово тут все равно за чиновниками и надзорными органами. Как показывает практика, у них полномочий достаточно. А что касается практических возможностей, то, опять-таки, исходя из той же самой практики, у них достаточно сил для того, чтобы запретить строительство куда более масштабных проектов, по сравнению с которыми возведение коттеджа, сущий пустяк, был бы у чиновников желание. А если желания нет у властей, то свое слово должно сказать гражданское общество. Это и региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников культуры, и, наконец, общественная палата Тверской области. Вопрос о реставрации исторической застройки уже давно пора вынести на общественные слушания, которые, к сожалению, пока зачастую посвящаются менее животрепещущим вопросам. Например, не один час был потрачен на обсуждение места размещения колонны воинской славы. А тем временем настоящее историческое наследие гибнет, и таким своим отношением к нему мы демонстрируем свое отношение и к самим себе.